привет россияне как вы там в осажденной крепости все хорошо держитесь готовы воевать с коллективным западом умирать за путина разгромить всех пиндосов всех этих европейцев всех ублюдков вокруг а для этого нужно взять и захватить славянск вот где сердце запада ладно у вас скоро будет такая возможность я читаю новости и просто прозреваю какой бред происходит насколько россия ебнулась насколько шизофрения просто шагает огромными шагами по этой стране огромной опять же таки посмотрите какая огромная территория занимайся чем хочешь если ты хочешь жить сам один пожалуйста едь в горы есть в степи есть в тайгу куда хочешь хочешь людей пожалуйста москва питер нижний новгород самара работой учись путешествие занимать все хочешь но нет русские ебнулись настолько что уже всерьез говорят о ядерной войне и вот у меня как у человека который снимает обзоры российских городов возник вопрос вопрос который возник после того как я посмотрел некоторые нарезки выступлений вашего вашего друга так он сам говорит и вашего вождя вашего несменного лидера публика давайте его послушаем расширение инфраструктуры североатлантического альянса для нас неприемлемо без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос что никакого движения нато на восток дальше быть не должно уже сейчас помимо расширения нато на восток ситуация для нашей страны с каждым годом становится все хуже и опаснее это же не за тысячи километров от нашей национальной границы это у порога нашего дома у нас нет ничего что нас могло бы беспокоить с точки зрения членство финляндии или швеции в нато ну хочется им пожалуйста тезис о том что вот мы боролись против расширения нато за счет украины и а теперь это получили за счет принятия швеции и финляндии он не имеет под собой каких-то серьезных оснований но хочется швеции и сильнее пусть вступают это их дело искать куда хотят туда вступают почему потому что получили не призывников не тех кто призывается на сборы мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой на военной операции исхожу из того что наша армия решит все стоящие перед ней задачи вниз ни на секунду в этом не сомневаюсь об этом говорит весь ход операции она идет просто по плану вот по графику честно в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты проходящие срочно и не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса читаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генерального штаба о проведении в российской федерации частичной мобилизации и так этот уебок сначала заявляет что он против расширения нато но после того как финляндия и швеция присоединяются к нато он это дерьмо хавает после чего скидывает на ваши уши на ваши лица и все нормально нет никаких проблем дальше этот пляшивый красноглазый сумасшедший дед этот чекист пиздобол который слова правды в жизни не сказал рассказывает о том что никакой мобилизации не будет у нас самая лучшая профессиональная армия и все так хорошо справляемся с задачами и объявляет мобилизацию просто сыт каждому русскому в лицо достает свой маленький вялый писюнчик который последние 40 лет на пол шестого и просто огромной такой плотной желтой теплой струей мочи каждому русскому глаза на говорит пожалуйста пей кушай дорогой вот на тебе и вся россия терпит и вот у меня возникает вопрос русские а когда вы стали такими терпилами просто когда вы начали хавать это дерьмо я уже рассказывал много раз расскажу еще раз ребята мне тяжело вас в украине называют знаете как ну есть много конечно есть много прекрасных названий русских в украине но одно из самых популярных это свина собаки ну про свиней я объяснять не буду а вот про собак объясню собака в принципе отличное животное но у нее у собаки есть одна особенность она всегда молчит какой бы ни был тупой хозяин она всегда молчит всегда машет хвостом и всегда довольна потому что она любит своего хозяина когда вы стали этими собаками вот мой вопрос понимаете когда вы стали такими терпилами вам же сыт в лицо этот дед просто сыт он взял сейчас сотни тысячи русских и закинул просто в топку понимаете но скоро вы получите назад эти деревянные ящички убедитесь в этом если вы еще этого блять не поняли тупые обезьяны ребята неужели в этого не понимаете и особенно меня поражают вот эти все провинции блять вот эти все бурятии вот эти все ешь карала какая-то блять татарскую этот омск вас же блять первых посписывает ребята если у вас разрез глаз узкий или вы по-русски с акцентом говорите вы первые в эту топочку залетаете неужели вы думаете что москва будет за вас там сгорать на донбассе понимаете вы посмотрите на это оружие западной блять базе и включите алё обезьяны ну ладно какие вы обезьяны обезьяны бежать нельзя вы собаки собаки вот что я хочу сказать и объяснил вам на пальцах почему и вот пожалуйста ответьте на этот вопрос когда вы стали такими собачками виляющими хвостиками когда ребята что случилось с вами что произошло буду признателен пишите комментарии пока